Привет, друзья! Сегодня я для вас подготовила мастер-класс по выпрямлению кукольной стопы. И еще кое-что интересное. Обязательно ставь лайк, ведь я очень стараюсь для тебя. Чтобы не портить оригинальную куколку, для экспериментов я взяла потрепанное тельце от подделки. Молд ножки стоит на носочке, и наша задача стопу сделать плоской. Недолго думая, я решила взять обычный фен для сушки волос. Настроила его на самый сильный и горячий режим. И приступила к разогреву ножки. Через пару минут такого воздействия пластик ножки стал мягким и податливым, а еще стал немного липким. С помощью плоскости и ручками я пытаюсь выпрямить стопу, но она непослушно возвращается обратно. Тогда я решила еще разок хорошенько прогреть пластик ножки феном. И такую всю горяченькую, с пылу, с жару стопу завернуть в холодную зелень из морозилки. После воздействия замороженной зелени стопа действительно стала плоской и холодной. С помощью холода стопа зафиксировалась в другом положении. Да, но вот только ножка стала плоской и кривой. Ну, факт в том, нужно проверить, что будет с ножкой спустя некоторое время. Все же считаю, что эксперимент по выпрямлению стопы подделки удастся, несмотря на явное плоскостопие и искривление. Ну, раз фен выпрямил поддельную стопу, то кипяток точно справится. Плоская и кривая, плоская и кривая, плоская и кривая, но зато плоская. Наливаю в стакан кипяток из только что вскипевшего чайника. И погружаю в воду ножку куколки с выпрямленной стопой. И вы видите, что происходит? Под воздействием тепла стопа из плоского состояния вновь встала на носочек. И только попробуйте мне сказать, а она опять испортила куклу. Стопа вернулась в свое положение и куколка стала прежней. Из всего этого следует вывод, что кукольную стопу подделки вы сможете выпрямить как под воздействием горячего воздуха фена, так и под воздействием кипятка. Главное потом не забудьте поместить ножку в холод, чтобы зафиксировать принятое положение. Раз, подделкой прокатила. А что делать с оригинальными куколками? У меня есть вот такая милашка Фрэнки, но без одной ножки. Поэтому эта девочка пойдет мне на эксперименты. Для начала попробую воздействовать феном на максимальной мощности. После очень долгого воздействия феном, пластик оригинальной куклы даже ни капельки не стал мягким. И все усилия мои, и усилия фена были напрасны. Но я не унываю и решила окунуть оригинальную ножку в стакан с кипятком. Но опять усилия оказались напрасными. Такой температуры явно недостаточно для размягчения пластика оригинальной куклы. А помните из прошлого видео про животики? Что при температуре 100 градусов в печке кукольное тело сильно деформировалось. Разошлось по швам и закрутилось, и запузырилось. Так-так, при 100 градусах кипит вода. Так что же, давайте попробуем кукольную ножку сварить, что ли, в кипятке. О, мой бог! Здесь так жарко! Я никогда не купалась в такой ванне. Может, мне не стоит купаться в этой ванне? У меня нет купальника вообще-то, и я не готова. Уф, какая жаркая ванна! У меня аж испарина на лбу! Уф, а здесь ничего так, эээ, не холодно. Уф, какая жарка? Уф, какая жаркая ванна! Это была настоящая баня! После такой продолжительной тепло-бурлящей ванны, ножка вновь никак не поддавалась деформации. Все предыдущие эксперименты говорили лишь о том, что для выпрямления стопы оригинальной куколки нужны температуры более 100 градусов. И специально для этого эксперимента у своего соседа на время я одолжила вот такой агрегат. Это термовоздушная паяльная станция. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Проще говоря, это гибрид фена и паяльника. Самое интересное и удобное, что здесь можно контролировать подачу воздуха и температуру. Для эксперимента я взяла тельце Ever After High и работать буду на стеклянной поверхности. Включаю агрегат. 480 градусов – это максимальная температура и он очень быстро начинает нагреваться. А также можно изменять интенсивность подачи воздуха. Я выставила 180 градусов и начинаю активно воздействовать на ножку. После 5 минут воздействия пластик остался жестким. Повышаю температуру до 250 градусов. И опять ничего не получилось. Тогда ставлю самую высокую температуру – 480 градусов. И разогреваю ножку. Постепенно она становится блестящей. По мере разогревания я стараюсь с небольшим давлением поставить ее на плоскость. И в помощь идет замороженная зелень. Чтобы закрепить, так сказать, эффект. Но получилась небольшая неожиданность. Пластик ножки сильно деформировался. Все же зеленью не стоило закутывать ножку. Включаю температуру ниже – 350 градусов. И постепенно опять нагреваю вторую ножку. С небольшим давлением стараюсь поставить ее на плоскость. А когда ножка становится плоской, быстро-быстро убираю куколку в морозилку. Через 5 минут ножка и куколка охладились, а стопа зафиксировалась в плоском положении. И если сравнить с ножкой Фрэнки, то здесь явно видно, что стопа стала плоской. Думаю, что если еще чуток поработать с паяльным феном и его насадками, то можно не только выпрямить пальчики на ножки куколки, но и всю куколку свернуть в зюзю. Скажу по секрету, что у меня есть еще пара мыслей, как выпрямить ножку без паяльной станции. Но об этом я расскажу, если видео наберет большую популярность и много лайков.